Вот по вашей природе вы душа. Означает не полная, не худая. Но вы об этом не знаете. В этом проблема. Я сейчас эту проблему как раз объясняю. Понимаете? Есть разные способы себя кем-то считать. Смотрите, одни люди себя считают телом. Они поэтому работают с телом. Кем себя считаем? Те, с кем и работаем. Они работают с телом, считаются телом. Другие считают себя достижениями. Поэтому они работают с достижениями. То есть, допустим, кто-то должен научиться бегать там далеко. Кто-то должен научиться в прорубь прыгать. Кто-то должен научиться достигнуть каких-то результатов в чем-то. Ну пусть даже в бизнесе. Понимаете? Первая концепция телесная называется Анна-Майя. Сознание, все сосредоточено на теле, сознании, души. Поэтому человек работает с телом. Он живет с телом, работает все время. Вторая концепция прана-Майя. Означает, человек работает с движением, с развитием. Он пытается куда-то развиться. Ему все равно, тело вообще его не волнует. Его волнует, что кем он станет в жизни. Какое положение в обществе займет. Или какой рекорд он установит. Или на какую гору залезет. Или сколько домов построит. Это означает развитие. Вторая концепция прана-Майя. Третья концепция мана-Майя. Следующая, более высокая. Более глубокое представление о себе означает считать себя не развитием, не психической энергией. Сколько у меня энергии, сколько силы, такой я и есть. А считать себя умом уже означает поэзия, искусство, музыка, творчество, творческие способности. То есть человек творит. Он не просто там, не выше и больше скульптуру хочет сделать, а изящнее. Понимаете? Это разные вещи. Он стихотворение хочет написать глубже. Он хочет музыку сделать, вдохновение. Понимаете? То есть мана-Майя концепция означает, что человек тонкое восприятие себя воспринимает, как тонко воспринимающий ум. И он пытается вот это тонкое восприятие мира, картины мира, воссоздать как бы в жизни. И он стремится к этому. У него такая концепция жизни. Ему все равно худой он или толстый. Все равно какое положение в обществе он будет занимать. Ему это все равно. Он просто пишет, унылая пора, от чей очарование, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природоувидания. Понимаете? В Багреции золото одеты и леса. То есть это как можно вообще написать? Это невероятно. Это надо же все это видеть. Понимаете? Следующая концепция называется Вигьяна Майя. Означает я не тело и не достижение, не психическая энергия и не ум. Я разум. Я человек разумный. Ведь говорят, что только вот эта концепция четвертая является достойной человеческой формы жизни. Все остальное до этого это детский сад. Вот эта концепция означает, я хочу понять свою глубокую природу, я хочу жить по законам Бога, я хочу научиться жить правильно, я хочу развиваться. Я хочу многое понять, осознать, что такое хорошо, что такое плохо, где правда, где нет правды, где есть вера, что такое вера и так далее. Да человек интересуется всем этим. Это уже следующая, более высокая концепция жизни. Но этому человеку, допустим, ему все равно худой или толстый. Но если ему концепция-то скажет, быть худым правильно для того, чтобы развиваться, он будет худым. Он будет худеть для того, чтобы развивать себя как личность. Если ему эта концепция скажет, надо быть полненьким для того, чтобы развиваться, он будет полненьким. Ему все равно. Он не считает, что вот я, вот это вот я поправилось. И страх сразу. Вот какая концепция у человека в жизни, то его пугает. Допустим, он не развивается как личность, у него страх возник. Он достижения не делает, праномая, у него страх. Достижения нет, как же я жить буду? Дом не достроил один, который хотел достроить. Или там место не это занял, все, надо стреляться, жизни нет. Стихотворение не могу написать, жизни нет, следующая концепция. А тут жизни нет, если ты не развиваешься как личность. Худой ты или толстный такому человеку все равно. Мешает отсутствие здоровья для развития, буду здоровым, значит. Теперь следующая концепция, самая у вас высокая, Ананда Майя, означает, я душа. Это значит, если я душа, это значит, я должен учиться правильно любить. Я должен понять, кого любить больше всего. Я должен учиться быть чистым, честным, возвышенным, смиренным, добрым, решительным, целеустремленным и так далее. Это качество души, я перечисляю вам. Это уже не качество ума или разума. Это качество души. Это означает более высокий уровень жизни, вечный. То есть это вечная концепция человеческого существования. Поэтому все зависит от того, на кого работаем, понимаете? Если работаем на тело, сознание все туда пошло. Человек боится за тело, он ходит все время за тело, трясется. Отсюда здоровый образ жизни означает заработать с телом. Допустим, вы видите рекламу, у нас здоровый образ жизни означает, так тело делаем, и так тело делаем, и то с телом делаем. Другие говорят, у нас здоровый образ жизни уже означает, что мы чего-то достигаем в жизни, стремимся к чему-то. Третьи говорят, у нас здоровый образ жизни означает, мы изучаем эстетику, нравственность, поэзию и так далее. Четвертые говорят, у нас здоровый образ жизни означает, надо учиться верить в Бога, иначе не будет здоровый образ жизни. Понимаете? Одна и та же фраза может быть восприниматься по-разному в зависимости от того, куда идет сознание человека. Вот в этом заключается смысл. Я об этом вот девушке сказал, сознание идет в тело, страх от тела возникает. Сознание идет в другое, во что-то, страх от этого будет возникать. Поэтому, ничего страшного, надо менять свою цель в жизни, цели в жизни надо менять, менять сознание. Сыроедение – это и есть концепция «я тело», как раз. Мы работаем с телом, едим сырое, и это наша вера, они говорят, это наша вера, мы едим сырое, это значит, что мы правильно живем. Все остальные едят не сырое, они неправильно живут. Ну хорошо, корова тоже ест сырое, это ее вера, она вареная не ест. Что теперь, она правильная, все остальные неправильные, что ли? Антилопа гну постоянно бежит. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Это ее вера. Но это животный уровень существования, понимаете, животный уровень. Человек достоин выше, чего-то выше. Скажите, пожалуйста, где взять аудиозаписи, молитвы святых людей? Хороший вопрос, мне понравился. Вот, допустим, если где взять голую попу, допустим. Мы лезем в интернет, голая попа сама вылазит, даже не надо искать. Но если мы хотим определенную голую попу с определенными параметрами, будем искать ее. И найдем. О, вот понравилось. А вот где взять молитвы? Непонятно. Ну поищи точно так же, если ты голую попу умеешь искать, поищи молитвы. Точно так же пойди в интернет, поищи в поисковиках, пообщайся с людьми и найдешь молитвы. Точно так же. Понимаете, для этого просто нужно желание их искать. Человек, молитва, где взять молитвы-то? Ну, допустим, смотрите, кушать захотелось. Человек будет спрашивать, где взять кушать? Он побежит и будет искать. Кушать, 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 кушать. Раз, оп, это нельзя кушать. О, это можно. Все, начал кушать. Почему? Потому что есть желание. А тут желания нет, а надо искать молитвы. Где их искать? Непонятно. Желания нет. В этом вся проблема. Здесь проблема в желании не в том, что их негде искать. Неужели, если есть желание, человек не найдет молитвы святых людей? Конечно, найдет. Было бы желание. Вот, допустим, хочется найти мужа себе. Где искать, не знаю. Но ищу. И постепенно появляется понимание, как искать, где искать. Все приходит со временем. Что мне делать? Не могу устроить личную жизнь. Знаете, что делать? Надо понять одну простую вещь. Если ты не можешь устроить личную жизнь, вот бегаешь, бегаешь, ищешь, не можешь устроить, значит, кто-то мешает устроить личную жизнь. Ведь не бывает так, чтобы нигде не было моего близкого человека. Такого же не может быть. Есть, значит, какая-то причина. Кто-то мешает. Надо разобраться, кто мешает. Кто мешает мне устроить мою личную жизнь? Кто ответит на этот вопрос? Мешает судьба. Законы этого мира. Ты бросила человека жестоко, допустим. Бросила жестоко человека. И об этом даже не думаешь сейчас. Я бросил, и он мучается. Но это же, это его проблемы, не мои. Но это он. Нет, моя хорошая, это твои проблемы. Твои. Потому что ты его бросил, а здесь законы в этом мире есть. Мы как обезьянки живем, там туда пошли, сексом позанимались, сюда пошли, позанимались, этого бросили, того бросили. Мы как бы, ну, такая жизнь сейчас. У нас такая жизнь, но мы не знаем, что здесь есть законы в этом мире. Есть законы, они нас не спрашивают, знаем мы об этом или нет. Они просто есть. Вот, допустим, есть закон такой, что если ты не идешь на красный цвет, на цвет, то тебя могут сбить. Это закон. Знаешь ты об этом или нет, никого не волнует. Просто тебя может машина сбить в этом случае. Точно такой же закон, если ты жестоко человека бросаешь. А мы вот, знаете как, вот веда описывает, умственное пространство, оно все переплетено. Понимаете, мы как паутинки связаны со всеми людьми, с которыми мы живем, жили, с родственниками. Как паутинки связаны. Вот ему плохо, он влияет на мою судьбу все это время. А ему плохо от чего? Потому что я ему сделал плохо. И он будет влиять на мою судьбу. Все. Таков закон. Хочешь ты, не хочешь, не имеет значения. Директор завода, допустим, мучает своих подчиненных. Сто человек его ненавидит. Будет он счастлив, нет? Сто человек постоянно его не любят. Он будет счастлив или нет? У меня вопрос к вам. Нет. А может будет? Вот как вы думаете? Может будет? Вот его сто человек ненавидит. Все нормально. Будет или нет? Нет, это закон. С этим ничего не сделаешь. Вот как определить, что это закон? А вот очень просто. Вот смотрите. У вас есть, допустим, у кого-то, что вас один человек не любит? Поднимите руку, кого один человек не любит. Легко жить, нет? Уже похуже, да? Лучше бы его не было. А представьте, сто человек. Представьте сто. Это же вообще кошмар. Как вообще жить тогда? Но директор завода живет. Почему? Потому что он принимает определенную позицию жизни, в которой чаще всего так эти люди и живут. Позиция такая. Она описана в ведах такой смешной истории. Когда по пустыне тигр гонится за страусом, тот от него убежать не может. Тигр бегает быстрее. И он как бы хочет как-то куда-то деться. И он голову в песок сует и чувствует, тигра не видно. Значит, все нормально. Понимаете? Но есть одна проблема. Попа-то она не в песке. А тигру не нужна голова, ему нужна попа. Он ее будет кушать, понимаете? Она у него большая, вкусная. Вот в этом вся проблема, понимаете? Проблема заключается в том, что люди часто живут в этом мире. И на чего вот стараются? А, это все ерунда, это ерунда, это ерунда. Не обращают внимания. А потом, опа, страдания, когда начинаются, они думают, Али Геннадьевич, а почему не могу себе найти близкого человека? А потому что есть закон, который запрещает тебе его найти. И закон гласит, если ты бросила близкого человека, а чаще всего именно так это бывает, бросила близкого человека, то ты будешь за это отвечать. Холодом в сердце. Женщина может быть очень красивая, она может быть привлекательная. Мужчина на нее смотрит. Близкие отношения строить не могут с ней. Почему? Потому что есть закон, близкие отношения с женщиной можно строить, если она близкая. А если она не может быть близкой, у ней вот здесь холод от того, что она бросила. Никто не приклеивается, мужчина приклеивается к женщине, потому что она к себе приклеивает. Он сам не приклеивается, он не может сам приклеиться. Если она его приклеивает близостью, потому что она природу такую имеет, женщина, она создает близкие отношения. Но если она бросила кого-то, все, у ней здесь замок. Сердце закрыто на замок. Она близкие отношения уже не может создавать. Все, тю-тю. Ужас. Так это не ужас, это же здорово наоборот. Представьте, был бы ужас, если было по-другому. Сколько хочешь бросай, и сколько хочешь создавай близких отношений. Вот это ужас. А если вот такие законы существуют, это не ужас, это здорово, это классно. Что делать? О, хороший вопрос. Видите, знание помогает жить. Появляется здесь, начинает что-то шевелиться теперь. Смотрите, первое, что надо делать. Всегда в своей жизни надо изучать, как правильно жить. Вот мы к чему сейчас пришли? Мы раз копнули тему чуть-чуть, и так, Олег Геннадьевич, а что теперь делать? Вот это и дальше делать всю жизнь. И дальше изучать, как правильно жить. И дальше это делать. Потому что, понимаете, от этого все проблемы. У нас ведь все проблемы от незнания. Допустим, вот и у меня есть этот холод в сердце, я теперь поняла об этом. Олег Геннадьевич, что делать? А здесь уже вот это вот все внешнее уже не имеет значения, понимаете? Потому что ты уже вот там ничего не сделаешь. Делать-то надо здесь, в этом случае, с сердцем что-то. А мы не умеем. Мы умеем телевизор смотреть, на работу ходить. Мы умеем по телефону разговаривать, в интернет, в компьютерные игры играть умеем. А здесь делать не умеем. Кушать можем, спать можем. Вот, а здесь не умеем делать ничего. Не знаем, как с этим. Вот оно холодное, что с ним делать? Это называется внутренняя жизнь. И все общество, которое вот сейчас живет, оно не направлено на внутреннюю жизнь. В этом проблема. Общество все, в котором мы живем, направлено на внешнюю жизнь. Все фильмы, которые мы смотрим, все передачи, все рекламы, все говорит. Вот это вот, в Мозамбике там украли то-то, там это то, все вот внешнюю жизнь нам показывают. А здесь вот то, что холодно, никто не показывает. Никто не говорит по передаче, ты бросила мужа, пожалуйста, раскайся в это. Там, раскайся. А что такое раскайся? Сказать, простите, я больше не буду? Нет. А что это такое? А вот, оказывается, видите, раскаяние, это процесс, который мы не знаем даже. Мы не знаем, как это работает вообще. Чем его едят? Оказывается, для того, чтобы раскаиваться, надо перед кем-то раскаиваться. Пустоту не раскаешься. Поэтому первое, что человек должен иметь, он должен иметь отношение с каким-то святым человеком. Пускай даже на иконе. На иконе, потому что связью становится все равно. И он кланяется ему и говорит, пожалуйста, научи мне жить. Я глупый человек. Я не соображаю, вот что там делать с этим совсем. Пожалуйста, дай мне силы, дай мне знания. Ты чистый. Ты связан с Богом, я не связан. Ты чистый, я грязный. Ты великий, я слабый. И немощный. Пожалуйста, помоги мне. Помоги мне разобраться с собой. Сразу многие из вас сейчас сидят на лекции и думают, опа, почему я немощный? Хм, Олег Геннадьевич, к чему вы призываете? Что-то не то, что-то не то. Это что-то не то говорит что? Штучка вот здесь вот, которая всегда нам это говорит. Есть такой анекдот. Человек с девятого этажа падает. Он говорит, господи, помоги мне, помоги, я так тебе всю жизнь буду благодарен. Вообще, я вот для тебя вот это вот сделаю, вот это вот сделаю, вот это вот сделаю, все. Пожалуйста, помоги. Раз зацепился на первом этаже за сук, не упал, не разбился. Такой отряхивается, думаю, такие только мысли не приходят в голову, когда с девятого этажа падаешь. Да с девятого этажа падал, он пришел в нормальное сознание. Нормальное сознание человека какое? Я беспомощный в этом мире. Беспомощный, это нормальное сознание. Означает, что нужно прибежище, высшее прибежище какое-то. Ну мы считаем себя здесь крутыми. Какие мы беспомощные? Какие? Я у меня, Олег Геннадьевич, у меня тут... Это вы беспомощные, а у меня целый завод. Ну хорошо, этот завод тебя спасет от того, чтобы тело оставлять, помирать. Он тебе даст бессмертие? Нет. Нет, если тебе кислород перекроют, 4 минуты и завод не спасет. Тебе придется помирать. И так далее. Смотрите, мы зависим от всего. Зависим от пищи, зависим от воздуха, зависим от того, что мы стареем просто. Зависим от здоровья. Мы зависим от многих вещей, будет война или не будет, мы от этого зависим. Если будет война, хоть у тебя 5 заводов, все равно ты будешь такой же несчастный, как все остальные. Ну, как бы скажут, нет, нет, Олег Геннадьевич, я не такой же буду несчастный. Я сяду на свой самолетик и полечу там куда-нибудь на острова и там просижу. Может быть, это и так. Но если у тебя будет геморрой, хоть на островах, хоть здесь, ты на самолетике от него не улетишь. Понимаете, вот это наше, вот это вот ощущение, что мы крутые, ну мы крутые здесь в этом мире, оно неправильное же. Это и есть глупость. Первое, что нужно понять, что я завишу от всего, что это... Смотрите, сам себя не рожал, сам себя не умираю. Это, смотрите, все без моей воли происходит. Вот приходит время, человек оставляет тело, приходит время, он рождается. И вот некоторые люди понимают, вот хочу замуж выйти, а не могу. О, опять приходит понимание, что не все здесь, то, что мне хочется в этом мире. Оказывается, есть силы, которые от меня не зависят, а я от них завишу сто процентов. Я от них сто процентов завишу. Но есть одна проблема в моем сердце, которая называется гордость. Я не хочу вот из-за этой гордости, это первое... Понимаете, веды говорят, гордость, это и есть неведение. Первое правило человеческой жизни – смирение. То есть мы должны научиться слушать старших. Вот до этой лекции ко мне пришел старший, и мы не по поводу этой лекции говорили, но он мне давал наставление. Я смиренно слушал. Почему? Потому что по-другому невозможно жить, это не жизнь по-другому, не жизнь. Когда человек получает возможность иметь старшего в жизни, сначала, пускай это будет на иконе, потом постепенно, само понятие старшинства сформируется в сердце, и будет возможность советоваться сначала просто с человеком, потом с более возвышенным, с более возвышенным, потом появится наставник. Так развитие идет человека. Настоящая жизнь так начинается. А для чего это надо? А для того, чтобы понять, как там внутри работать. Вот потому что, когда внутри меняется, вовне тоже меняется. Сердце становится теплым, появляется сразу близкий человек. Тут же долго ждать не надо. Любому мужчине нужна женщина с теплым сердцем на всю жизнь. Это великое достояние. Великое достояние. Но женщин с теплым сердцем мало, потому что большинство из женщин одинокие от того, что они разрушили свою семью. Поэтому раскаяние – это что такое? Это отношение со святым человеком. Это означает попробовать еще раз. Понимаете, семью создает Бог. Полгода как муж меня оставил из-за любовницы. Уверены, что из-за любовницы? Сто процентов? Сейчас разберемся с этим. Но ушел уже не к ней. Со мной остались двое детей двух-трех лет. Возвращаться не хочет. Говорит, быть вместе не сможем. Я испорчу тебе жизнь. Направить ли мне усилия на создание новых отношений с семьей или попытаться восстановить отношения с бывшим мужем? И то, и другое – это неправильный ход мышления. И то, и другое – неправильное. Ни то, ни другое не поможет. Что делать? Вот здесь делать. Вот здесь. Вот здесь надо что-то сделать, чтобы мужчина реагировал на вас правильно. Много чего нужно сделать. Но, допустим, я скажу, все равно это не поможет. Надо само это понять. Первое – независимость. Независимость. Смотрите. Что женщину может сделать счастливой, ей Бог дал противоположное сначала, чтобы она осознала и пришла к своему счастью. Человек не может просто так стать счастливым. Вот что женщине Бог дал? Смотрите. Он дал женщине возможность видеть все недостатки мужа. В секунду. Женщина – это все. Вот про него знает все. Она смотрит сама по себе такая красивая, как бы и голос нежный, и обращение правильное со всеми. Все такое классное у нее. И она думает, вот этого дурака, что ли, я должна слушаться-то. Он даже не может правильно говорить, обращаться. Всему надо учить. Но женщина счастлива, когда она занимает смиренное положение. Вот это приносит счастье ей, потому что, когда она занимает смиренное положение, именно это в женщине мужчина любит. Хотите, я вам докажу это? Когда вы только встречаться начинаете, как вы себя ведете? А потом? Это раз. Он вас боится просто. Вот, согласна. Боится вас. Он очень деликатный человек, понимаете? Хоть вы его писали здесь монстром. Я вижу этого человека. Он очень деликатный человек. И он обжегся об вас очень сильно, потому что упрямо, как баран. Вот, видите, есть, значит, причина. Я поэтому вас спросил с самого начала. Вы говорите, он меня просил за любовницу. А я спросил, точно из-за этого? Вы говорите, да, сто процентов. А я вот сто процентов знаю, что не точно не из-за этого. Это уже результат любовницы, понимаете? Поэтому он и не остался с ней. Потому что он устал от этого всего. Он устал от этой упрямости, жесткости в обращении, принципиальности, несмирении, непокладистости. Вот это все. Это же долбит мужчину. Невозможно. Невозможно просто долбить. Говорите, искать другого или с этим? А какая разница? То же самое будет потом. А любой мужчина не может этого терпеть. Вот если бы вы со мной пожили вот таким образом, как вот вы живете, я бы вот так вот не сидел здесь, румяненький, понимаете? Я бы пришел, такой, законы счастливой жизни. Страшно бы было на меня посмотреть. Видите, как все оказывается. А почему? Вот почему вы этого не знали? Ведь вы согласились со всем. Вот почему вы этого не знали? В чем у меня теперь к вам вопрос? Нет, нет, я не про это говорю вообще. Я говорю, почему вы этого не знали? Вы же со всем согласились? Почему вы этого не знали? Ну, до этого вы же считали, что он вас бросил, он виноват. Теперь поняли другое, что вы, оказывается, виноваты в том, что так произошло. Оба, нет, оба, оба виноваты. Оба. Моя хорошая, не оба виноваты, а вы виноваты. Олег Геннадьевич, ну это неправда. Вот смотри, три вида правды. Первая правда. Все это правда. Он виноват. Это правда погубит вашу семейную жизнь полностью. Три дороги всегда есть у человека. Первая дорога убивает его человека, вторая отнимает коня, третья делает счастливым. Русские сказки. Это не сказки, это на самом деле правда. Всегда так работает жизнь. Первая дорога, самая сладкая, убивает полностью. Сладкая дорога, он виноват. Легче всего так думать. Вторая дорога. Мы оба виноваты. Отбирает коня, означает мужа. Ну то есть замуж выйти невозможно. Ну так можно как-то жить хотя бы. С ума не сойдешь. Третья дорога. Яд виновата во всем. Делает человека счастливым. Эта дорога называется внутренняя жизнь. Понимаете? Да, он виноват, это факт, но это не ваше дело. Ваше дело вообще забыть о том, что он виноват. Забыть. И если вы забудете об этом, есть шанс, что он вернется. Потому что вы говорите, мне к нему нового. А вы неполномочный в этом человек. Понимаете? Неполномочный. Потому что, вот мы начинаем нашу лекцию сейчас. Потому что отношения создает Бог, а не вы. Мне нового искать? Ну хоть ищите, хоть не ищите. Листья желтые над городом кружатся. Это ваша судьба сейчас. Я вам ее рассказываю. Листья желтые, скажите, что вам снится. Почему такая судьба? Потому что Бог не хочет, чтобы вы были замужем. Ему надоело вот это все держать. Он держит семью, а вы рушите. Он держит, а вы рушите. Уже второй раз. Нет? Второй раз. Семью. Первый вы считаете? Не знаете? Но были же до этого отношения, которые вы разрушили. Я вижу же по вашей судьбе, что два человека вам уже было дано. Первый умер. Не выдержал, да? А? Так у нее тоже мужчина бросает. У нее-то мужчина не то, что она бросила. У нее вот как раз мужчина и бросает. Понятно, что он козел. Понятно. Но мы сейчас разбираем ее жизнь уже, понимаете? Мы как бы не вопрос, козел он или нет, мы не решаем сейчас. Это понятно, что он козел. Я не козел, точно, он козел. Мы сейчас решаем, как дальше жить вот ей. В этом вопрос сейчас весь, понимаете? Вот в чем проблема-то. Вы куда? Пойдемте вот сюда сядьте, вы же не помогаете. Сейчас столько людей сейчас все поймут. Такая хорошая, смиренная, я вам все объясняю, вы слушаете, улыбаетесь. Давайте. Не каждый же выдержит. Смотрите, вот хочется, чтобы бросил, а он не бросает. Почему? Почему? Мы не можем бросить друг друга. В чем причина? Почему? Вот я хочу уйти, а не могу. Почему? Хочу прийти, а не могу. Хочу семью создать, а не могу. Хочу уйти из отношений, а не могу. В чем причина? Кто-то задумывался об этом? В чем причина? Отношения держит кто-то другой, не я. Он и не дает создавать, и он также не дает разрушать потом. Отношения держит кто-то другой. Вот это надо открытие для себя сделать однозначно. Если бы он не держал, то я бы ушел, и все. Мы же хотим расстаться, а не можем. В чем причина? Почему мы вместе до сих пор, когда мы замучили уже друг друга? Есть причина какая-то, значит, кто-то держит, надо задуматься об этом. И именно тот, кто держит, он и не дает создавать потом, потому что он думает, а зачем? Опять будет то же самое. Зачем этому человеку семья? Чтоб кого-то замучить опять? Он думает, я этого человека ей больше не дам, такого вот хорошего. А плохого она сама не хочет. Поэтому все получается, как бы, никто не заинтересован в том, чтобы семья была. Теперь смотрите, проблема не в том, что вы плохая. Вот вы такая же точно, как вот все вот, в том числе и я. Все вот в этом зале. Точно таки, мы все эгоисты. Все абсолютно. По природе. Означает, себя оправдываем, других считаем виновными. У нас в этот мир вертится вокруг нашей правды весь, понимаете? То есть мы правы, а все остальные как-то должны это понять. Так вот в этом заключается глупость человеческая. Потому что это и есть неправильная жизнь. Это называется внешне направленная жизнь. Жизнь, в которой истины нет. Истина заключается в смирении. Когда человек принимает на себя судьбу, он говорит, я во всем виноват. Господи, пожалуйста, объясни. Ищет наставника себе, чистую душу. Пускай даже на иконе сначала. Чтобы сердце хоть как-то связать с истиной. Это не как-то. Это реальная будет связь. Но мы просто об этом не знаем. Мы не знаем, что даже люди, которые живут вместе, они живут на самом деле далеко друг от друга. Если они не связывают свои сердца во внутренней жизни. Но нужна внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает, вы хоть раз вот сели и подумали, я хочу тебя простить, я хочу тебя простить. Я желаю тебе счастья вот с этим человеком. Вот просто без него. А внутри себя о нем думайте и думайте, желайте ему счастья. Не думайте, а что он меня не любит. Это не внутренняя жизнь. Внутренняя жизнь означает отдавать, отдавать, прощать. Вот когда человек внутренней жизни живет, от него уйти невозможно. Потому что он близким становится. Но вы с этим человеком не были близкие. Каждый из вас доказывал свое. Он свое доказывал в жизни, вы свое доказывали. Это не близость. Это и не любовь также. Любовь означает отдавать, а не доказывать. Почему так в жизни у нас происходит? Потому что нас никто не учит жить. А почему никто не учит? Потому что мы и не хотим. Мы не принимаем как старшего никого в своей жизни. У нас нет старших. Ведь смотрите, муж и жена друг другу постоянно правду говорят. И как еще говорят со всей силы. Ты такая вот, ты бы была вот такой, было бы лучше. Она слушать не хочет. Она ему свою правду говорит. Ну то, что я ему сказал, неужели вам муж не говорил этого? Каждый день, да? Ну когда мог, когда мог говорил. Когда вы вводили из равновесия. Люди обычно молчат до последнего. Друг с другом молчат. Потому что знают правду, близкий человек слушать не хочет. Молчат, молчат. Когда выходит из себя, они начинают правду кричать со всей силы. Ты такая упрямая, я уже устал. Со всей силы кричит правду. Она не слышит. Итак, близкие люди нам уже сто раз правду о нас говорили. Мы ее не хотим знать. Потому что мы в этом мире бунтуем. Не живем, а бунтуем. Мы не хотим вот понять, что я вот такой несчастный, плохой, злой. Надо стать хорошим. Мы бунтуем против этого всего. Мы не хотим знать эту истину. Вот я сидел с наставником, со своим. Разговаривал сейчас. Сорок минут назад. Он мне одну вещь сказал. А я такой. Только потом себя на этом поймал. Вот точно лекции читаю каждый день. А сам точно такой же. Разницы нет. Я говорю, а он вот так вот. Он говорит, ну хорошо, он вот так. А речь-то сейчас о тебе. Я такой. Поймал. Видите, как мы устроены? Удивительным образом. Вся ложь, которая заставляет нас страдать в жизни, она сидит вот здесь на самом деле. И некому сказать просто. Почему? Потому что мы не хотим никого слушать. Вот в чем проблема. Мы все знаем. Вот это и есть самая первая ложь, которая в жизни человека существует. Я все знаю. Я и так все знаю. Не учите меня жить, Эллочка-людоедка. Помните? Двенадцатую. Классический вариант. Который у нас здесь сидит у всех. Вот в этом проблема вся. Вот смотрите. Начинаем раскаиваться. Результат какой? Какой угодно. Это уже результат уже нами не предсказывается. Но он всегда хороший. Вот в чем дело. Вы начинаете раскаиваться. Я такая, я вот сякая. Я не хочу быть такой. Пожалуйста. И святому человеку молитесь, вот так говорите. Говорите, что происходит? Сердце очищается от той силы, которая разрушила отношения. Это же оттуда пришло-то. И сердце из вашего. И что происходит? Ваш муж, который от вас еще никуда не ушел, на самом деле, никуда не ушел. Господь его держит рядом с вами. Просто ни вы об этом не знаете, ни он. И он не сможет сейчас зафиксироваться ни в каких отношениях до определенного времени, потому что вашему браку еще дано время. И вот в вашем сердце знание об этом тоже есть. Так же, как в моем сейчас. Чувствуете, да, что есть тепло какое-то? Но вы не готовы. Вы не готовы сделать так, чтобы его потянуло назад. Вы не готовы к этому. Вот именно об этом и речь сейчас идет. А не о том, его искать или другого искать. Мы же не ищем. Господь сейчас эти отношения сохранил. Потом, когда это будет невозможно, он вас будет наказывать какое-то время. В угол поставит. На много лет. Один, совсем один. Понимаете? А потом, другого даст человек. Опять же, он будет держать эти новые отношения до последнего. И так постоянно у нас в жизни происходит. А сейчас пока эти отношения. Эти отношения остаются. Если вы будете вести себя правильно, он его потянет назад. Но правильно означает, только на своем огороде стекла собираем. Вот что бы он ни сказал, что бы он ни сделал, как бы он себя не вел, это мое дело? Нет. Мое дело разобраться вот с этим, что у нас там внутри. Все. Все остальное не мое дело. Тогда его потянет назад. Он поймет, что воинственная группировка, которая вышибла из дома его, вышибла из дома, она уже больше не функционирует. А его вышибла из дома воинственная группировка, понимаете, которая сидела внутри вас, в вашем сердце. А сейчас она вдруг пошатнулась. И смотрите, как вы задали вопрос. Смотрите, стиль. Олег Геннадьевич, на эту записку, на эту! Это и есть воинственная группировка. Она и сейчас сработала тоже. Мне даешь! Кто кого бросил? Он виноват! Согласны? Спасибо вам большое за то, что вы выслушали меня. Это было очень трудно. Я вам очень благодарен, потому что все люди кое-что поняли. В том числе и я. Спасибо.